Внимание! Следующая программа содержит кадры, которые могут вызвать сильное эмоциональное напряжение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 2 марта лидские огнеборцы выезжали на тушение пожара деревянного одноэтажного дачного дома в деревне Новоселки Дубровинского сельсовета. Пожар возник после того, как хозяин дачи растопил печь. В результате пожара уничтожена кровля, частично повреждены перекрытия, стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации печи. 7 марта около 3 часов ночи горела деревянная хозпостройка в деревне Петры Теретьяковского сельсовета. В результате пожара строение уничтожено полностью, пострадавших людей нет. Предполагаемая причина пожара – поджог. В четверг 10 марта в Лиде было совершено разбойное нападение на продавца магазина по улице Криничной в Южном городке. По предварительной информации, в 11.30 неизвестный мужчина, угрожая работнице магазина ножом, завладел принадлежащим ей мобильным телефоном и забрал выручку из кассы, где находилось около 4 миллионов рублей. После совершенного преступник скрылся. По горячим следам задержать его не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело. Если кто обладает какой-либо информацией о данном происшествии, просьба сообщить в милицию, либо по телефону 102. Сегодня Лидским районным отделом Следственного комитета Беларуси возбуждено уголовное дело по факту убийства. Утром в деревне Петюлевце Третьяковского сельсовета было обнаружено тело 56-летнего местного жителя. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате насильственных действий. Преступник был найден быстро. Им оказался 61-летний односельчанин погибшего. По предварительным данным известно, что между мужчинами, распивавшими спиртное, произошла ссора, которая завершилась трагедией. Отметим, задержанный ранее уже отбывал наказание за убийство. В Лидский РУД обратились местные жители деревни Петюлевца о том, что пропал и длительное время отсутствует по месту жительства их сосед. В ходе проведенных мероприятий было установлено о том, что данный житель был убит своим же насильчанином после совместного распития спиртных напитков в доме у подозреваемого. Настоящими проводятся оперативно-следственные мероприятия. Подозреваемый задержан в порядке ст. 108 и по данному факту возложено уголовное дело по статье убийства. Днем 6 марта в автодорожном пункте пропуска Биняконе стражи границы в ходе досмотра грузового автомобиля, следовавшего из Литвы в Беларусь, выявили контрабандные комплектующие элементы для медицинского оборудования. Незаконно перемещаемый товар, упакованный в полиэтиленовые пакеты, находился под спальником в салоне и боковом инструментальном ящике тягача. Изъятое оценено в 49 миллионов белорусских рублей. По данному факту проводится проверка. 43-летнему нарушителю грозит штраф до 30 базовых величин с конфискацией незадекларированного товара. 5 марта в ходе осмотра грузового состава, следовавшего в Литву из Беларуси, была обнаружена очередная партия контрабандного табака. В одном из вагонов находились 10 тысяч пачек сигарет белорусского производства на сумму 96 миллионов рублей, найденная и изъята сотрудниками таможни. Ведется административный процесс. И уже на следующий день, 6 марта, на участке ответственности пограничной заставы Дотишки в Вороновском районе, при проверке документов был остановлен легковой УАЗ «Патриот» с регистрационными номерами России, в котором находились 15 тысяч пачек сигарет отечественного производства на сумму 138 миллионов рублей. Автомобиль, в котором перевозился табак, задержан и помещен на территорию пограничной заставы. В отношении 35-летнего водителя проводится проверка. Ведь моя мама всегда бегала, где попала. Всегда бегала, где попала. Субтитры подогнал «Симон» С начала 2000-х на дорогах Элитского региона погибли 16 несовершеннолетних. Целая группа детского садика похоронена по прямой или косвенной вине взрослых. Конецы Субтитры сделал DimaTorzok